Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать еще об одном способе разбивки числа на байты при помощи такой хитрой штуки как указатели. Спасибо большое моему зрителю Алексу Ушу за подсказку. По сути это видео будет продолжением предыдущего. Ссылка на прошлое видео есть в описании и в подсказках. А завтра будет видео с практическим применением информации из этих двух роликов. Перейдем к разбору скетча. Возьмем тот же самый фиолетовый цвет, для записи которого мы тратим 3 байта. Но хоть сам цвет и записывается с помощью 3 байт, в памяти для его хранения мы все равно выделяем 4 байта, так как 3 байтных переменных не бывает. После этого также объявляем массив, в котором будет храниться отдельные байты и переменную, в которой будет записан собранный из байта в цвет. А также объявляем указатель. Указатель это тоже переменная, которая содержит адрес памяти, по которому хранится значение другой переменной, на которую он в свою очередь ссылается. И указывает он именно на первый байт данной переменной. Для создания указателя мы объявляем его тип и сразу после ставим звездочку, то есть как знак умножения. Тип указателя обычно соответствует разрядности устройства или операционной системы. То есть если на 8-битных микроконтроллера HVR, куда относятся и Arduino Uno, мы используем тип байт, то в 16-битных системах тип юнт 16t, в 32-битных системах юнт 32t. Далее после инициализации серийного порта присваиваем нашему указателю адрес, по которому хранится переменная well. Именно значок амперсанда и говорит, что мы берем не значение переменной, а адрес, по которому она находится. И полученную величину нам нужно обязательно привести к тому же типу, что и наш указатель, то есть типу байт. Иначе компилятор выдаст ошибку. После этого последовательно каждому элементу нашего массива байтов присваиваем значение хранимое по адресу указателя. Как раз звездочка предшествующая имени указателя и возвращает записанное по данному адресу значение. А так как у нас переменная занимает в памяти 4 байта подряд. Добавляя к адресу единицу мы получаем ее второй байт, еще единицу третий байт и еще единицу получаем четвертый байт. Вводим значение элементов массива в монитор порта. Чтобы собрать число из байтов мы можем тому же самому или новому указателю присвоить адрес первого байта, выделенного для новой переменной join well. А далее ситуация схожая с разборкой на байты. Вместо считывания мы записываем последовательно в каждую из ячейек памяти значение элементов массива, хранящего байты изначального числа. То есть мы выяснили адрес памяти где хранится новая переменная join well и по байтово записали по данному адресу значение переменной well. И в конце когда мы выведем в монитор порта значение переменной join well, мы увидим что оно равно значению изначальной переменной well. загружаем скетч, открываем монитор порта и видим сначала 4 байта на которые мы разбили исходное число, а затем результат сборки равный исходному. Но так как в данном примере мы записываем число представленное тремя байтами, то последний элемент массива у нас всегда будет 0. Его естественно мы записывать не будем, чтобы не тратить место. Переработаем скетч, уберем лишний 4 байт и запишем все в компактном виде добавив циклы. Загружаем скетч, открываем монитор порта и видим что число у нас собрано правильно. Вот так вот выглядит третий способ разбить число занимающие 2 и более байта места в памяти на байты. А затем снова собрать его в исходное число. Здесь мы обходимся и без операций деления и без сдвиговых операций. А используем возможности языка C и соответственно C++ обращаться непосредственно к ячейкам памяти по их адресу, считывать и изменять их содержимое. Если знаете еще какие-то интересные способы разбивки переменных на более простые величины, напишите в комментариях. А завтра будет видео, где будем использовать информацию из этого ролика на практике. Спасибо всем за просмотр! До скорой встречи!